Уважаемые участники совещания, сегодня тема нашей встречи – государственная служба. К этому вопросу мы подходили и ранее. Мы тогда договорились, что мы разработаем окончательный проект закона и примем соответствующий закон. Что касается самой государственной службы, она является важнейшим общественным инструментом. От ее эффективности напрямую зависит успешное развитие нашей страны. За прошедшее более чем четверть века, с момента обретения независимости, нам удалось выстроить стройную вертикаль власти. Сформирован компактный государственный аппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. В результате, даже в самых непростых ситуациях, система госуправления функционирует четко и слаженно. Лучшим тому подтверждением вливается консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Это была все-таки лакмусовая бумажка. Поэтому все должны понимать, что на текущем этапе речь не идет о кардинальном, не то что сломе старой системы, и даже не о кардинальном реформировании государственной службы, основная наша задача по проекту этого закона – придать импульс дальнейшему развитию того, что есть современной системы государственных служб. Считаю, что самое важное в этой связи – кадры. Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры – тогда система будет работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность – служить стране и белорусскому народу. Поэтому особое значение приобретает морально-этический облик государственного служащего, его поведение как на работе, так и в быту. Вообще, нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, вот просто в обыденной жизни, выделялся чем-то. Ну, допустим, значок государственного флага. Если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе, для того, чтобы к тебе могли обратиться люди за помощью, советом, поддержкой, ну и просто с тобой поговорить. Меньше будут бегать в приемные и меньше будут писать писем. Ну и второе, как я уже сказал, это тест любого государственного служащия. Он должен гордиться тем, что он государственный служащий. В противном случае не надо ему быть государственным служащим. Естественно, как я уже сказал, обеспечить высокий статус и престижность этой профессии, ну, невозможно без каких-то социально-правовых гарантий. Однако эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника. И здесь не должно быть какого-то перехлёста. Если я госслужащий, значит, я растопырил пальцы, как некоторые у нас ИПшники, Айтишники и прочие олигархата, сторонники. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком в плане материального обеспечения. Госслужащие – это не значит, что там 10 раз зарплата выше, ещё там чего-то и так далее. Но должно быть достойно всё, чтобы не было вот этого контраста, чтобы не было, как в советские времена. Вы помните про Горбачёв. Секретарям, райкому, обкому и прочую зарплату подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа, потому что народ жил непросто. То есть вот тут привязанность должна быть к народу. Но, конечно, они нищими не должны быть. Тогда меньше может быть и коррупции будет. Хотя я не сторонник того, что если большую зарплату дать кому-то, значит он взятки уже напряжь перестанет брать. Всегда денег мало. Но уже будет думать, возьму взятку, не только выгонят, посадят. А тут всё-таки нормальная зарплата и служба и так далее. Поэтому эти вопросы надо чётко определить и обозначить. На Всебелорусском народном собрании я говорил, что статус госслужащего поднимается высоко, но и требования будут соответствующие. Если мы договорились, допустим, перерегистрировать все эти некоммерческие структуры, уже больше месяца прошло, я не вижу реакции стран администрации, президента и присутствующих. Вы что, ждёте новой волны? Нам уже политологи, наши сторонники, депутаты и другие пальцем показывают, уже требуют. Вы зачистите общество. Мы видим, что происходило. А мы что ждём? Вы же знаете, что через эти структуры идёт финансирование этих бандитов внутри страны. Короче, на решение многих вопросов государственной службы подготовлен новый закон о госслужбе. Я уже сказал, работа над ним велась несколько лет. В декабре прошлого года обновлённый закон, парламент, принял в первом чтении. До его рассмотрения во втором чтении мы договорились обсудить ещё раз ключевые положения этого документа вместе с подготовленными в его развитии проектом указов. Нам нужно быть абсолютно уверенными в правильности задаваемых направлений развития госслужбы. Поэтому я хотел бы услышать от основных участников совещания и, в принципе, разработчиков ответы на ряд вопросов. И главный вопрос, насколько этот новый закон отвечает текущим и перспективным требованиям государства и общества. Какие предусмотрены подходы для достижения баланса, дисциплины, ответственности госслужащих и повышения престижа государственных служб? Ещё раз подчеркну свои требования. Права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а может быть где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя. Уважаемый товарищ президент, действующий закон о государственной службе принят в 2003 году. Но учитывая то, как изменился мир, какие вызовы ставит перед государством время, мы видим, что вопрос совершенствования государственной службы актуален как никогда. События прошлого года показали, что выстроенная система государственного управления эффективна и сильна. Но не менее сильны возрастающие в последние годы угрозы и риски, которые требуют принятия соответствующих мер для защиты нашей государственности и суверенитета. Три года назад по вашему поручению была создана рабочая группа. В последующем на площадках Совета Республики, Администрации Президента, Академии Управления неоднократно проходили обсуждения новой редакции закона о государственной службе и разработанных в её развитии соответствующих проектов указов. Законодательные новеллы направлены на повышение эффективности деятельности государственных органов, престижа государственной службы и, что немаловажно, качество подбора государственных служащих.